Это абсолютно тупиковая линия США в отношении России, тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном, что мы должны полагаться на себя, потому что ни Соединенные Штаты, ни их союзники, ни надежные партнеры. И в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроение и на то, с какой ноги они встают с утра. Но мы слышим, сейчас официальный представитель Госдепартамента делал какие-то заявления, что санкции будут, но США заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Российской Федерацией. Слова звучат неубедительно. Будем ждать конкретных дел. Отвечать мы будем на любые недружественные шаги. Это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве предрешений, что за пару недель или даже за пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах. Я вот тут слышал у них, видимо, от того, что больше в договоре об открытом небе не участвуют. Руки развязались, высвободились. Сотрудники назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода «Северный поток-2». Будет просто ездить и всем грозить. Вот такая вот дипломатия. Дипломатия уже не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов. Насчет договора об открытом небе. Я ноты не видел, нам никто ничего не написал, хотя мы всех официально предупредили дипломатическими нотами о том, что мы начинаем процедуру выхода из договора об открытом небе, поскольку нам не дают гарантии того, что в отсутствии Соединенных Штатов европейцы будут держать при себе те данные, которые они будут получать в результате полетов над российской территорией. Мы просили подтвердить, что они не будут передавать эти данные Соединенным Штатам. И второе просили подтвердить, что российские наблюдательные полеты в рамках договора об открытом небе будут проходить в том числе и над теми частями территории западноевропейских натовских стран, где находятся американские военные базы. Это в полной мере соответствует договору. Нам ответили уклончиво, сказали, что в договоре и так написано, что данные наблюдения можно передавать только государством-участникам. Но зачем вы просите нас еще раз переподсвердить то, что уже зафиксировано в правовом документе? Мы попросили переподсвердить по одной простой причине. Нам доподлинно известно, что американцы на протяжении всех тех месяцев после того, как они объявили о выходе из договора, они убеждали своих союзников о том, чтобы те обещали им передавать такие данные потихоньку, скрытно. Поэтому нам потребовались дополнительные гарантии. Эти гарантии нам не даны. Мы объявили о том, что мы начинаем готовить процедуру выхода из этого договора. Но в контактах, телефонных разговорах президентов Путина и Байдена и в моем телефонном разговоре с госсекретарем Блинкиным мы сказали, что услышали заявление новой администрации о том, что они рассматривают возможность возвращения в договор и сказали, что если такое решение будет принято, то мы, конечно же, отреагируем конструктивно и пересмотрим свое решение о выходе вслед за Соединенными Штатами. Но мы, конечно же, предупредили при этом, что бесконечно ждать мы не будем. Понимаем, что новой администрации нужно какое-то время, чтобы освоиться, осмотреться. Но история договора известна всем, она никаких новелл не содержит. Поэтому мы выразили надежду, что такое решение, ясность в том, что касается позиций США, будет внесена оперативно. Если то, что вы процитировали, а именно какое-то уведомление американцами своих партнеров, дипломатической ноты, о том, чтобы они понимали позицию Вашингтона, если я правильно вас понял, что согласие на возвращение в договор послало бы России неверный сигнал и подорвало бы позиции США в области контроля над вооружением. Еще раз, со слуха я могу прокомментировать только таким образом. Если возвращение в договор подорвало бы позиции США в сфере контроля над вооружением, значит Соединенные Штаты не хотят контроля над вооружением. Я другого вывода сделать не могу, как, наверное, любой здравомыслящий человек. Поэтому понимание о том, вернутся американцы в договор или не вернутся, у нас какого-либо нет. Но, повторю, мы рассчитываем, что в самое ближайшее время окончательная ясность будет в этот вопрос внесена. У нас процедуры запущены, и ждать бесконечно, еще раз подчеркну, мы не намерены. Второй вопрос был про... Европейский регулятор уже не первый месяц все никак не может зарегистрировать спутник ВИИ. Вопрос, есть ли возможность разработать какой-то международный механизм, например, по линии ВОЗ, для того, чтобы избежать таких проволочек, чтобы были какие-то единые критерии. И в связи с этим еще вопрос, влияла ли пандемия как-то на динамику развития нашего сотрудничества и интеграционных процессов между Россией и Казахстаном? Я бы не хотел какие-то критические замечания, если не здесь высказывать. Но, конечно, когда Запад говорит, что Россия и Китай ведут гибридную войну вакцин или используют вакцины как геополитический инструмент, это печально, потому что, в общем-то, они говорят о том, как они ощущают проблемы вакцинации внутри западного мира, в частности, в Европейском Союзе. Мы же никогда просто так на ровном месте не критикуем и не радуемся, не злорадствуем по поводу того, что там происходит, в том числе с вакцинами. Единственное, что делают наши средства массовой информации, они перепечатывают и транслируют то, о чем сообщают СМИ в Европейском Союзе. Ровно только об этом, больше ни о чем. И если вы считаете, что наши граждане недостойны того, чтобы им рассказывали то же самое, что рассказывают западные агентства своим слушателям и читателям, то это неправильно. А что касается спутника, это какая-то не очень понятная история. Президент Путин не раз в разговорах с европейскими лидерами, в том числе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, приводил конкретные данные о том, когда, в какой день, кто кому направлял заявки, когда были направлены дополнительные документы. Мы исходим из того, что Евросоюз имеет свои какие-то правила, свои обычаи, привычки, и с этим ничего поделать нельзя. Но мы хотим сотрудничать. И то, что так долго занимает, так много времени занимает процесс одобрения вакцины «Спутник Ви» европейским агентством по лекарственным средствам, ну, уже, вы видите, вызывает недовольство и в Европе, и в Словакии. В Венгрии вице-премьер говорил об этом, и в Венгрии идет такой разговор, в Италии, и во многих других странах. Мы хотим только одного – чтобы все человечество объединилось в борьбе с этим злом. Объявляя о том, что мы создали первую в мире вакцину в августе прошлого года, президент Путин сразу же сказал, что мы всех приглашаем к широкому международному сотрудничеству. Ни о какой войне вакцин речи быть не могло. Он предложил взаимодействие, предложил объединить усилия. Сейчас, по реакции наших западных коллег, мы видим, что они как-то немножко по-другому эту ситуацию воспринимают, но мы взаимодействуем с теми, кто к этому готов, кто думает о здоровье своего населения. Это и Казахстан, это и Китай, это Индия, Беларусь, многие другие страны. Продолжение следует...